Борьба с коррупцией в Кыргызстане идет уже долгие годы. Разрабатывались программы, применялись в действии дорожной карты и не только. Но лишь некоторые ведомства смогли показать действенный результат. Но и то не настолько, как хотелось бы. Об искоренении коррупции на премьере России сегодня говорили вице-премьер Максат Мамутканов и депутат Госдумы России Олег Колесников, который более 10 лет занимается вопросами борьбы с коррупцией. В Кыргызстан прилетел специально для консультации и применения в действии некоторых весьма успешных программ. Коррупция в стране зависит во многом от качества жизни простого человека. У нас в России с 2008 года, после того, как это был принят по инициативе нашего президента Путина указ о противодействии коррупции, мы 12 лет системно этим вопросом занимаемся. Я уже более 10 лет занимаюсь этим вопросом. И у нас наработан огромный багаж соответствующих законов, опыта. И мне кажется, что нашему союзному партнеру крайне полезен будет этот опыт, который мы у себя в стране уже применяем. Колесников отметил, что коррупция – это интернациональный вопрос, пронизывающий все сферы жизни и способный тормозить развитие государства. В России и в других странах не всегда все получилось по-настоящему. Где-то есть перегибы, где-то есть ошибки. Людей-предпринимателей в обществе, в любом, очень немного, их всего 5-7%, рождаются генетически. Это люди, это потенциал нации. Те люди, которые создают новые рабочие места. Это те люди, которые платят налоги. И на эти налоги живет страна. Поэтому с ними нужен последовательный полномерный диалог. И амнистия – один из элементов, которые очень полезны. Это опыт, который применяется во всем мире. И практика Российской Федерации тоже это доказывает. И если бы мы этот опыт не использовали бы, то это было бы тоже неправильно. Поэтому, как Олег Алексеевич сказал, мы даем шанс всем, у кого есть ошибки, исправиться, у кого есть возможности, свои инвестиции вкладывать. Наша самая главная задача – показать тренд, желание правительства и общества приветствовать любые инвестиции. Кыргызстан и Россия являются партнерами на многих международных площадках. И наши страны тесно сотрудничают экономически. И поэтому важно, чтобы они соответствовали друг другу. Искоренение бюрократии и коррупции в сферах таможни – одно из приоритетных направлений, отметил российский депутат. Таможня, конечно, один из ключевых факторов. У нас также в России уровень работы таможни влияет на качество таможенных сборов, качество работы инвесторов. Потому что таможня является, казалось бы, незаметным, но очень важным элементом в структуре безопасности и госаппарата страны. Впереди еще два дня работы. Колесников выразил уверенность, что за это время пройдут встречи с представителями прокуратуры, МВД, ГКНВ и таможни, где на опыте внедренных в российскую систему противодействий коррупции, возможно, будет улучшение и сдвиги в структурах нашей республики. Надежда Усова, Замаджапаков, Аллато 24.